Самое трудное для любого студента было делать домашние задания и вовремя, потому что академический объем и нагрузка были очень существенны, плюс я учился не на родном языке. Это удваивало или усложняло сам процесс, плюс я здесь не буду, наверное, примером в этом случае, потому что я учился одно что не на родном языке, параллельно я еще изучал три языка, поэтому мне было вдвойне сложнее справляться со всеми домашними заданиями. Как я справлялся, ну сегодня уже, конечно, можно как-то героически на все это посмотреть, но тогда сложно справлялся, если честно, очень сложно справлялся, очень сложно находил время для того, чтобы все сделать вовремя, для того, чтобы все сделать качественно. Но здесь я бы дал простой совет. Образование надо мыслить прагматически. То есть, что это значит? Это значит, что на получение определенной степени у вас есть определенный объем и определенные временные рамки. То есть, вы должны этот объем пройти за определенный отрезок времени. И здесь не надо страдать совершенством. Не надо писать совершенные рефераты, потому что вы их никогда не напишите. Надо просто понимать, что у вас есть определенный объем академической нагрузки, который вы должны закончить там определенные отрезки. И вот когда вы мыслите вот такими категориями, это помогает не страдать от совершенства, это просто помогает не страдать вот этим комплексом отличника, а просто заканчивать вовремя академическую нагрузку, несмотря на вот эти какие-то оценки. Может быть, не всегда получится получить пятерку, но главное, вы закончили. Вовремя вот этот совет я бы дал. То есть, мысли двумя категориями. Объем и время. И вот это очень сильно помогает справиться. Но это я уже говорю сегодня после 17-летнего опыта преподавательского, а вот тогда мне это никто не сказал. Поэтому молодым всем студентам вот это советую. На начальных этапах обучения самое сложное было попытаться не сравнивать себя, свои успехи с успехами других людей, потому что это на самом деле подрывает внутренние возможности. И просто на каком-то этапе мне нужно было понять, что я есть тот, кто я есть, и стараться использовать те возможности, те дары, развивать те дары, те способности, которыми Господь Бог наделил. Чуть-чуть позже сложности возникали, ну, в частности, с изучением языков. Изучение языков всегда связано с тем, что ты должен в какой-то мере ломать себя, ломать привычное использование речевого аппарата, учиться произносить неприятные какие-то или неудобные, наверное, звуки. И на каком-то этапе это чувство отторжения даже на уровне физическом происходит. Но помочь это, преодолеть это помогло, когда ты видишь первые плоды. Видишь первые плоды, ты понимаешь, что это полезно, ты понимаешь, что в конечном счёте обретаешь инструмент, который помогает тебе читать литературу, которую другие читать не могут, использовать как-то вот. И это помогало справляться. Чуть-чуть позже у меня была сложность с самоорганизацией. То есть когда я старался так погрузиться в учёбу, что это подрывало моё физическое состояние. То есть я мало спал на первых порах, там, по пять часов в сутки. И где-то через месяц я начал просто терять в весе, не досыпать, и это было очень плохо для общего физического состояния. Поэтому я начал просто заниматься делать зарядку, больше немножко спать. И в целом это сказалось на лучшей продуктивности, чем недосыпание. Да, были такие моменты и не раз, но в основном это было связано не столько с потерей интереса или мотивации, сколько с потерей фокуса на том, что мне интересно в этом исследовании или на этой программе. То есть если, скажем, трудно человеку определиться с его специализацией или с исследовательским вопросом, тогда и трудно будет учиться, и всё чаще будут такие моменты, когда просто не хочется учиться, потому что нет понимания, куда двигаться. Но как только есть вот это понимание исследовательского вопроса, понимание общей картины вокруг него, то есть это мотивирует, потому что человек этим живёт, и через это читает книги, через это строит отношения с сотрудниками, через это проповедует, то есть это становится частью его жизни. Поэтому наилучшая мотивация — это опять понимание, которое связано с изменением меня как Личности в процессе образования. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...